Мир, друзья! С вами Андрей Морозов, и сегодня мы устроим баттл между полупрофессиональными маркерами Touch Fine и непрофессиональными маркерами названия пофигу. Маркеры Touch Fine стоят примерно 40-50 рублей за штуку. Вот эти же маркеры я выхватил меньше, чем за 15 рублей за штуку. У Touch Fine большой колор. Много цвета, много возможностей, много выбора направления рисунка. Большой колор, это, конечно, класс. В дешевых же маркерах, которые я нашел за 200 рублей, 190 рублей. Все-таки хоть какой-то колор есть, все-таки есть из чего выбрать. Можно даже какие-то переходы пытаться делать. По симпатичности, конечно, Touch Fine превосходит. Он выглядит как-то более прикольно, он поудобнее, он такой полуквадратненький. Видно, что он такой, типа, дорогой. Обычный же маркер, он уже однозначно неудобно держится в руке. И если по тактильным ощущениям, посмотрим, как он будет чувствоваться в руке, когда будем рисовать. Но, мне кажется, от него рука устанет быстрее. Теперь для проверки тегов мы будем использовать красные цвета. Отдельно респектуем производителя дешевых маркеров, потому что они запаковали каждый маркер в отдельный целопан. Продолжение следует... Ну, говорится, результат пока не д Först. Пока не дядя. Давай попробуем заказать у него qualquer. Отдельно респектуем, чтобы не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По тактильным ощущениям и вообще по чувству самого тега однозначно побеждает Touch Fine. Touch Fine легче сделать так, чтобы где-то не дожать, легче сделать так, чтобы он шел как-то поровнее, где-то отпустил бумагу, где-то наоборот на нее больше наложил краски. Что касается дешевого маркера, он делает все так, как будто бы сквизером рисуешь. Так что 1-0, пользуюсь Touch Fine. Едем дальше. Теперь моя любимая часть программы. Флопы. Флопы это не клопы, флопы это на вы. Смотрите, ребята, этот фломастер с виду голубой. Я в прямом смысле этого слова. Но он темно-синий по факту. Не синий, а темно-синий. Да нас здесь озводят. Штраф на очко. Штраф на очко. Видите, какие здесь полосы, как здесь все это неаккуратно выглядит. Вот здесь, когда я специально прокрасил на 2 раза, и она еще как-то более-менее выглядит. Здесь все буквы прям, как будто бы они распечатанные, вправду. А флопы не нуждаются в такой большой аккуратности, соответственно, побеждает здесь однозначно дешевый маркер, потому что он, во-первых, дешевле, во-вторых, он лучше все сделал. Перейдем к кускам. Я вижу немного разницу. Все-таки тачфайном немного, немного поаккуратнее получается. Давайте еще раз побьемся на кусках. Ну что, друзья, я думаю, теперь вы видите разницу, ибо если вы ее видите, напишите мне об этом в комменте, ибо я ее не вижу. Единственное, я могу сказать, что вот эти ребята, они растекаются. Они растекаются, но пока мы ничего такого не рисовали, чтобы нам это все испортило. Вы видите, что вот здесь заливка, ну она ровнее, она реально ровнее, чем здесь. Здесь она все-таки немножко ляпами идет, даже вот фиолетовый тоже ляпами идет. Здесь это не так заметно. Что я могу сказать? Давайте-ка перейдем уже к тяжелой артиллерии, и сделаем настоящий скетч на настоящей граффити. Я уже не буду пытаться там повторять цвета, я просто буду использовать по максимуму этих цветов и по максимуму этих цветов. Полный честный бой. Понеслась. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...